МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Геннадий Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте, Маша. Рад вас видеть. Закрасно выглядите. Спасибо большое. Геннадий Андреевич, вот вчера это заявление о недопустимости и злоупотреблении СМИ правом на свободу слова приняли, 300 голосов было за, 97 против. Я так понимаю, среди этих 97 против были как раз члены вашей фракции. Почему? Я могу пояснить нашу позицию. Мы давно говорили, не открывайте этот ящик Пандоры. Они открыли и всячески поощряли вот тот мордобой, который происходит последние годы в средстве информации. Сам факт того, что в Кремле поощряли Караулова, который на нас отоспался в течение нескольких лет, и мы пытались и судиться, и пытались объяснять, и тем не менее никто из «Единой России» не поддержал нашу позицию. Мы предлагали создать общественный совет. Они говорят, что это цензура. А разве это не цензура, когда один хозяин телеканала или один руководитель определяет политическое лицо и направленность? Кого можно долбить без конца, а кого надо пощадить? Так вот, впервые по «Единой России» проехались довольно изрядно в московском самольце. Но если у вас есть к ним претензия, есть общее правило, обращайтесь в суд. Если суд сочтет, что это было оскорбление, тогда и вынести соответствующее решение. На мой взгляд, это было бы более справедливо и более объективно. Хотя прямо заявляю, что я никогда не разделял ту пошлость, которая сочится с разных газет и телеканалов. Не поощрял, не разделял мнение, что надо без конца лупить свою родную больную страну, в которой мы все живем. А это сплошь и рядом происходит. Пытаться раскапывать могилы, унижать наших отцов, победителей, ругать советскую власть, результатами которой все сегодня пользуются. Поэтому, на мой взгляд, более справедливо было бы идти по этому пути. Что касается «Единой России», возмущение мне их понятно. Но, друзья, давайте быть последовательны. Когда эти вопросы мы ставили неоднократно в Думе, ни по Ростовской области, где было море подметных, черных, грязных газет, каких только жутких, страшных публикаций, и чего только не было, никто не стал создавать комиссии, расследовать, рассматривать и поддерживать наши требования. Вот сейчас завершилось расследование. Почти 8 тысяч фактов, которые были на прошедших думских выборах. Мы их не признали. Так что я вам должен сказать? Например, по Москве рассматривали 539 фактов. Даже в судах сказали, нет, все можно и продолжать дальше. Воровать голоса, писать пасквильные статьи и материалы. На мой взгляд, надо быть принципиальным «Единой России» последованием. Тогда не будет такого рода безобразия. А как вы считаете, все-таки нужно ли это ограничение свободы слова для СМИ? Потому что многие именно это заявление так и расценили, сам факт его принятия. Маша, ваша свобода упирается уже в мою, так же, как и моя в вашу. Свобода – это осознанная необходимость. Есть нормы, правила и этики, есть закон, есть чувство такта, есть уважение к своей истории и культуре, есть знание своих традиций и обычаев. Мы обязаны следовать этому. Есть заповеди Иисуса Христа, не случайно они возникли и не случайно так много мы списали в свое время оттуда, формулируя моральный кодекс строителей коммунизма. Короче говоря, не может быть просто вот так свободы. Что такое свобода? Взяли и стали материться на многих каналах и в театрах. Это просто позорище, полное позорище. Давно предлагали принять меры, вот сейчас пытаются принять редкие меры. А ведь, когда ты оскорбляешь ребенка, женщину, то, понимая, вы должны осознавать последствия. Последствия будут самые печальные и трагичные, потому что если общество не уважает ребенка, женщину, старика, свою историю, свои традиции, не почитает элементарно, не уважает власть, тогда ждите смуты и больших неприятностей. Вот вы сказали о чувстве такта. Как тогда вы прокомментируете высказывание вашего коллеги по парламенту, Андрея Исаева, я, конечно, имею в виду его ответную на скандальную статью в МК, запись в Твиттере насчет мелких тварей, на то, что редактор жестко ответит. Безобразное, абсолютно, высказывание. Ну, у редакции есть возможность отреагировать соответствующим образом. Я полагаю, что... Гусев правильно сказал. Обращайтесь в суд. Суд присудит, будет принимать решение. Почему исполняющий обязанности главы комиссии по этике, депутат от КПРФ, Андрей Андреев сказал, что комиссия не будет рассматривать как раз это заявление Исаева, не будет его обсуждать? В данном случае судебная тяжба возникла между газетой и Единой Россией. Мне кажется, они разберутся. Давайте двигаться дальше. Давайте, но у меня еще один вопрос как раз по поводу заседания комиссии по этике, которое состоялось буквально полчаса назад. Это, конечно, касается дела с правороса Дмитрия Гудкова и его выступления в США. Его доклад сочли антироссийским, вынесли на обсуждение. Вот как только что стало известно, информагентство пишет, комиссия Госдумы предложила Дмитрию Гудкову сдать депутатский мандат. Вы с этим согласны решением и предложением? Что касается сдачи мандата, категорически не согласен. Это ненормально абсолютно, когда единороссы, имея небольшое большинство, садятся и начинают принимать решение выгонять одного, второго, третьего. Тогда зачем избиратели? Избиратели выбрали, дали полномочия, высказали свои наказы, и перед ними должен отчитываться депутат. А когда небольшая группа людей собралась, и большинство начинает расправляться с своими коллегами, это не дума, это полное безобразие. Я считаю, опять идем по совершенно неверному пути. Идет процесс дискредитации думы как таковой. Что касается высказываний Гудкова-младшего, я считаю, они неэтичны и в принципе неверны. За рубежом мы обязаны отстаивать интересы своей страны. У нас Россия одна, мать, родина, тяжело больна, очень тяжело больна. Она требует помощи, поддержки. И нечего цепаться на ее болячках, трудностях, в том числе связанных с неразумным поведением власти. Мы должны здесь доказывать бороться. А когда приезжают и начинают жаловаться, приглашать, бороться с коррупцией, кого? Все, что связано с нашей приватизацией, абсолютно воровской, проводилось Гайдаром и Чубайсом под диктовку американских специалистов. Сидело 6-7 человек, взяли все ведомости, связанные с нашими предприятиями, и своей рукой поставили стоимость предприятий, меньше 3% реальной стоимости. И распродали страну, а в казнении оказалось ни денег, ни на пенсии, ни на стипендии, ни на зарплаты. И вот к ним ехать, приглашать их бороться с коррупцией. Кого приглашать бороться с терроризмом? Посмотрите, что творится. Вот 10 лет прошло со вторжения их в Ирак. Превратили целую страну в полигон, высасывают море нефти. Что они делают с братской Сирией? Нам просто развязали гражданскую войну, не считаясь ни с чем. Что они совершили с Ливией недавно? Каким образом они обошлись с нашей братской республикой Сербии по существу? В одной только Гаге из 19 подсудных, 16 сербов уморили почти всех там, или голодом, или лекарствами и так далее. Вы понимаете, ехать туда и обращаться к ним, что вместе с ними взять и оздоравливать ситуацию страны? Но это не только наивно, это несерьезно. Хорошо, но вы сказали, что вы с решением комиссии не согласны, что делать. Я считаю, что ему правильно сегодня сделали замечания и пожелания высказали. И одновременно, по-моему, лишили на месяц слова. Посидит, подумает, будет аккуратнее в своих поездках. Нам надо думать сегодня о своей стране. Мы подошли к очень опасному рубежу. Давайте перейдем к внутренней обстановке. Давайте. Вы как раз заговорили о коррупции. Сегодня вы с коллегами по партии и с инициативной группой, в которой, если я не ошибаюсь, были студенты и аспиранты московских вузов, внесли в Госдуму подписи больше 115 тысяч. Я вижу, да, вы принесли их с собой. Это подписи за ратификацию статьи 20 Конвенции ООН против коррупции, которая предполагает введение понятия незаконное обогащение. Правильно ли я понимаю, что после ее ратификации чиновники должны будут объяснять, откуда у них взялось то или иное имущество, автомобили и так далее, иначе им грозит уголовная ответственность. Несколько лет назад Медведев, будучи президентом, выступая в Ярославле на Всемирном форуме, сказал, страну загнали в тупик, сырьевая модель не годится, коррупция парализовала из государственного организма, нужны новые кадры. Мне казалось, эта оценка абсолютно объективна и справедлива. И я думал, начнут жестко бороться. Прошло пять лет. Средние, не четыре года прошло, средний размер взятки вырос в 33 раза по официальной оценке МВД. Внесли закон о борьбе с коррупцией, выхолостили. И чиновники типа оборонсервис в Министерстве обороны разворовали, растащили на 6,7 миллиарда долларов. И сейчас еще отделаются испугом. Вот посчитали студенты, они собрали, я принес одну из папок, а таких несколько десятков. Вот поименно, в основном молодежь, 115 тысяч обращений со всей страны. Сегодня вручили официально в Думе письмо Путину, Нарышкину и Совету Федерации. С приложением всех подписей. 115 тысяч молодых людей требуют, чтобы они жили в стране победительницей, а не воров, коррупционеров и мерзавцев. Вот они посчитали, если бы в свое время отдернули за Сердюкова, а его бы, если бы Дума рассматривал серьезно, никогда мы не поставили министров. Если бы он не подобрал свою криминальную команду и не разворовали такое море денег, мы бы сумели за эти деньги, студенты посчитали, построить 300 детских садов, 100 физкультурно-здоровительных комплексов, 50 бассейнов, 30 ледовых дворцов, 10 стадионов и оборудовать. Вот что получили бы дети и студенты. Геннадий Андреевич, позвольте один уточняющий вопрос. Просто в последние месяцы в стране развернута масштабная антикоррупционная компания, в том числе Госдума принимала законы, которые позволяют контролировать и доходы, и соответствие доходов и расходов чиновников, госслужащих, депутатов и всех, кто является... Задайте вопрос, почему ООН рекомендовала 20-ю статью принять, а наши упорно упираются. По одной простой причине, что они боятся, что их расходы сопоставят с доходами. У многих столько собственности, всего на свете, что не впишется ни в 10 окладов за 10 лет вперед или назад. Вы понимаете, эту статью надо принимать обязательно. Она будет очень мощным, сдерживающим фактором, для того, чтобы ни один чиновник не зарвался впредь и помнил об этом. Что придут и сопоставят. Как ты живешь и сколько ты зарабатываешь. Вот эта статья самая принципиальная в борьбе с коррупцией. Кстати, там, где она принята, ситуация качественно меняется в лучшую сторону. Это где же? Я надеюсь, что студентов и молодежь услышат. Потому что если 115 тысяч завтра выйдут на улицу и скажут, вы и тут нас не слушайте. Я думаю, никакая Болотная, Сахарова, никакая Поклонная не сравнится. Молодежь просыпается и она чувствует, что она оскорблена, обижена. У нас сегодня на одно рабочее место 15-17 заявлений молодых людей. А сидит господин Ливанов, который добивает всю обрадовательную систему. Почему молодежь такую активность проявляет? Я недавно встречался с лидерами молодежными. Первое. Дошкольная система была и почти решены были вопросы с детсадами. Вы недавно родили. Чудную девочку, поздравляю вас. Спасибо. Молодцом и так далее. У меня у сына пять сыновей, и у дочери два сына, девочки. Вы догоняйте, у вас хорошие перспективы, красивые будут очень дети. Половину детских садов нет. Притоны, базары, все, что хочешь. Система начального образования, почти все педагоги старые или предпенсионного возраста. Система образования выхолостили базовые предметы и пытаются вести чуть не платные. Что касается классической русской литературы, Ливанов вместе с своими советниками из океана выбросил почти половину. Там и русским духом иногда уже не пахнет. Берем профтехобразование, полностью ликвидировали. Вузовская система учится, платит, оканчивает. Никакой работы. Самые талантливые, каждый четвертый уже бежал за кордоном, там работает. Вот сидит господин Ливанов. А вы будете добиваться его от ставки? Да не просто от ставки. Мне казалось, что хуже Фурсинга, трудно найти. Но нашли 5-й раз хуже. Недавно он взял у Кузьминова оценка вузов. И вдумайтесь, какие оценки. 44 педвуза осталось. Было около сотни. Из них 30 признаны неэффективными. Да кто нам завтра учить будет? Так зарплаты учителей нищие, жалкое. 24 сельхозвуза. Почти все неэффективные. У нас 40 миллионов гектаров заросло бурьянов. Сейчас орут о чем угодно. О Гудкове-младшем. Но никто не говорит, как же будем все идти пахать, когда солярка и бензин за 32 рубля уже залезло. А деревня с тоном кричит, от нашествия ВТО. Я вот только что разговаривал с лучшим руководителем Казанковым. Тысячу тонн мяса отборного лежит. Никуда сбыть не можем своего. А у людей денег нет. Купить килограмм колбасы вареной уже за 400 рублей залезло. И вот куда не бросишься, 16 институтов культуры оказываются тоже неэффективными. Но Путин недавно говорил о духовных корнях, о связи. Почему министр сидит под руководством его правительства, ведет такую антинациональную, антирусскую, абсолютно омерзительную политику. Взяли, разгромили вуз Бабурина. Сидите, посмотрите, что там осталось. Можно было на базе вуза Бабурина или того же Бабурина взять очень опытный, грамотный и политик, и государственный деятель, и юрист. Можно было создать университет евразийства. Мы же без евразийской идеи не реализуем ни одного проекта. И Россия, и Украина, и Белоруссия, и Казахстан, и в Азии главные процессы. Вот сейчас Сидиньпин приезжает. Это же исключительно важно для всех нас. Вместо того, чтобы этим заниматься, сейчас вместе с Дворковичем такую фигню гонят, что просто стыдно все это слушать и смотреть на это. Геннадий Андреевич, вот раз уж затронули тему реформы образования и министра образования, коротко скажите, пожалуйста, реформа-то, тем не менее, проводится. Как вы собираетесь с этим бороться и предпринимаете ли какие-то действия? Я знаю, что у вас была своя программа, но она не была поддержана. Вы знаете, у нас, например, очень сильная группа людей, блестяще знающие науку и образование. Жара Салферов, человек с мировым именем. Мельников, первый зампред, прекрасный ученый, Кашин, академик сельхозакадемии наук, Смолин, с подпера вышли почти в законы, Плетнева, учительница от Бога. Подготовили закон суперклассный, образование для всех. Носились, носились, вроде что-то приняли, потом пропихнули закон Ливанова, правительство все выхолостило, и теперь по этому закону нельзя ни учить, ни лечить, ничего. Ну, просто стыдобушка. Будем и дальше бороться. Уверен, что у нас закон победит. Он лучше, он грамотнее, он эффективнее. Родители поддерживают, учащиеся, студенты пошли активно. Мы только съезд провели в партию, 70 тысяч молодых людей пришли. Посмотрите на нашу команду, это грамотные, современные, образованные люди. Они сумеют отстоять право. Вот в очередную субботу будет митинг и в Москве, и по всей стране. Защиту против ЖКХ-шного криминала, который задушил страну. Решили вроде поддержать людей, дали им квартиры и возможность партизировать. И сейчас навалились на такие самые чинодралы на всех жильцов, что просто каждый раз получают жировку, не знают, что делать люди. Я видел женщину, у вас на канале показывали, стояла, плакала, у нее пенсия 8 тысяч рублей, а ей жировку 12 принесли. Ей не жировку принесли, а ей веревку на шею принесли. Я говорил этим правительственным чиновникам, тому же Дворковичу, что если бы вы принесли за квартиру твою зарплату полностью заплатить, то, наверное, подпрыгнул бы до потолка и немедленно засуетился. Надо было расследовать каждый факт. Путин сказал, что не более 6%. Сегодня открываю сводки, справки от Москвы и дальше, уже почти на 10% выросло. Электроэнергия на 10-12, газ на 15. И мне рассказывают сказки, у нас инфляция 6-7%. Как она может быть 6-7%, когда энергоносители стоят 10, цены повышаются на 10, 12, 15, и бензин с соляркой каждой неделю на рубль поднимается. Ну каким образом может быть такая инфляция? Просто врут в бессовестном образе. Геннадий Ильич, давайте вернемся к текущей работе Госдумы. Вот по поводу коррупции. Еще раз хотел спросить. Сейчас любят говорить, что ящик Пандоры открыт, и много депутатов. Много ли, как вы считаете, вернее, депутатов еще могут сдать мандат после принятия этого закона? Запреты на бизнес, акции, деньги, зарубежные счета. Прецедент Соломакином уже есть. Не только Соломакин прецедент. Понимаете, в чем дело? Вот вопрос по поводу еще Виктора Таранина. Раз мы готовились к выборам, надо было целый пакет этих решений принимать. Мы вносили это 20 раз. Виктор Иванович Илюхин, царство имя небесное, два года назад ушел из жизни, шесть лет носился. С этим законам борьбы с коррупцией предложили. Можно было давно все принять. Теперь провели выборы Думские. Единая Россия продула их. И теперь ломают всю политическую систему. Начинают издеваться, как над мартышкой, над той же самой Думой. У правительства нет никакого авторитета. И еще параллельно обваливают все, что связано с общественным мнением граждан, которые вот обращаются с таким предложением, а завтра все это будут отбивать. Обращаемся мы в судебную систему 8 тысяч исков. Ни по одному, ни суд, ни следственный комитет, ни МВД не дали позитивного заключения. Скажите, каким образом тогда вести в этих условиях население? Вываливаться на улицу, организованно, и отставить свои права. Тогда я хотел бы обратиться к власти. Чего она желает? Она должна изучить, с чего начинались все смуты в нашей стране, с полной потери авторитета и управляемости. Если вам не нравятся эти вещи, собирайтесь вместе. Я давно предлагал Путину, давайте соберемся, изучим обстановку, и примем решения, которые бы не будоражили страну, а которые давали ответы, почему она корчится в муках? Почему первые два месяца у нас дефицит бюджета? 260 миллиардов у нас по плану бюджета на весь год 520. Каким образом мы завтра будем работать, когда придет инфляция, растут цены, не берут собственное мясо, деревни не готовы посевную? Что мы будем завтра делать? Одна склока за другой. В Думе, в правительстве, где угодно. Что хочешь, обсуждают, кроме того, как человек живет, работает, как должен сеять, пахать, учиться, работать. Ведь еще год назад давали обещания и думцы перед избирателями, и Путин. Мне Путин пусть ответит, как он собирается выполнить свои обещания перед избирателем, когда уже темпы экономического роста за прошлый год почти с 5% ВВП упали до 2,5%, а промышленность в 2010 году был почти 8%, сейчас опустилась тоже к 2%. А чтобы выполнить обещания Путина на выборах, надо минимум иметь темпы 4,5-5%. Тогда что будем делать послезавтра? Поэтому, на мой взгляд, с точки зрения политики, выработан неверный абсолютно подход. Устраивать склоку за склокой мордовой, уходить ответственности за реальное положение дел и реальную работу. Если и дальше не работа, не конкретные дела будут определять задачи депутата и правительства, то мы просто развалим все. У меня есть вопрос по поводу депутата вашей фракции, члена комитета по аграрным вопросам, Виктора Таранина. Вот сообщается, что он решил сдать мандат по официальной версии в связи с переходом на работу директором акционерного овощеводческого хозяйства в Подмосковье. Ряд комментаторов считают, что Таранин занимался этим бизнесом во время работы в двух составах Думы и сейчас решил сдать мандат, чтобы не уходить со скандала. Вот как вы это прокомментируете? Маша, у нас в стране сильных хозяйств на деревне почти не осталось. Было 50 тысяч коллективных хозяйств. А что мешало заниматься этим? Сейчас, сейчас, сейчас я объясню. 50 тысяч. Почти все разогнали и разрушили. В результате половину продовольствия завозим чужого и плохого качества. Вот, допустим, у Таранина лучшее хозяйство в Подмосковье. А сейчас, когда открыли ворота ВТО, повезли со всего света все дерьмо, которое только можно привезти. Тонна пшеницы, хорошая, продовольственная, уже стоит 15-17 тысяч рублей. А тонна, как, модифицированная и так далее, стоит в 10 раз дешевле. Вот нас скоро будут кормить. Тем, отчего половина населения через поколение подохнет или рожать не сможет. Кстати, это уже изобретено и открыто. Вот у него было лучшее хозяйство. Оно остается. А сегодня, чтобы удержать на плаву это хозяйство, быть конкурентоспособным, надо сидеть в этом хозяйстве 24 часа и с утра до вечера координировать работу. Иначе выжить не может. У нас лучшее хозяйство у Казанково-Поволжья. 160 тысяч голов свиней. Полная переработка. Великолепный транспортный цех. Шесть регионов Поволжья снабжает отборными мясными продуктами. Супер классный коллектив. Лежит более тысячи тонн мяса. Я сейчас ему помогаю продать Собянину, чтобы Москва что-нибудь взяла. Шойгу, чтобы что-то взяли. Чтобы взяли в запасники Министерства обороны и продовольственный фонд. Понимаете, если лучшее хозяйство не может выжить в этих условиях и начинается банкротство по второму-третьему кругу, я вам через год нарисую, чем закончится эта картина. Мы просто, если нам перекроют на один месяц таможенный, полстраны с голоду подохнут. Геннадий Ильич, ну так он принимает одно хозяйство, а так он сидит в комитете профильного. Как возвращаться в свое родное хозяйство. Я лично на его месте поступил бы точно так же. Или сидеть в Думе, или все-таки... В профильном комитете. Или спасать... А что в комитете? Вот так он спасает одно хозяйство, а в профильном комитете он может заниматься более глобальным сектором. Ой, молодец. Ну, великолепно. Вот я руководитель фракции и партии. Десять лет выступаю по итогам при обсуждении бюджета. И десять лет беру и рисую картину. Просто показываю. Европа, чтобы прокормить себя и торговать на мировом рынках, тратит 30 с лишним процентов бюджетных средств на сельское хозяйство. Америка 24% в прошлом году. Белоруссия, братская, рядом почти 20%. Советская страна тратила в 90-м году почти 22%. Ровно 10 лет под руководством нынешней власти. Кудрины его последователи. На деревню, леса, поля и воды, на все. Один процент расходной части бюджета. Все идиоты в мире знают, чтобы деревня развивалась, должно быть минимум 10-12. Иначе вы не выжите. Есть... у человека есть свои органы. Чтобы он... ты жил и работал, у тебя должен быть желудок, печень и так далее. Как может развиваться деревня, если вы ее оставили без пищи? Американцы вкладывают, европейцы, 330 евро в гектар, чтобы он плодоносил, чтобы он давал, чтобы он был ухоженный. А у нас в 10 раз меньше, а то и в 20 раз меньше. И говорят, деревня не может... Как она может выжить? А как переломить ситуацию? Да очень просто. Очень просто. Вот у нас на сегодня 520 миллиардов долларов золотовалютных резервов. Если бы их разумно использовали, за два месяца потеряли уже 15 миллиардов. 15 потеряли. У нас в резервном фонде, фонде национального благосостояния, 5 триллионов 300 миллиардов. 1 февраля 900 миллиардов сверхдоходов нефтегазовых оттащили куда? Опять в американские основные банки под 2%. Средняя доходность по прошлому году составила 1,8%. Едем свои деньги брать на следующий день, берем под 5-8%. Своим деловым людям дают по 15-20%. Разорили за эти два месяца 300 тысяч предприятий малого бизнеса. 300 тысяч их просто задушили. Тарифы, ставки, все остальное. Но кто не дает Путину, Медведеву, выстроить промышленную политику соответствующим образом? Аграрную политику так, чтобы поддерживать свое товарное производство. Продаем на каждого человека по 2-3 тонны нефти. И у себя солярка и бензин по такой цене энергоносители. У нас энерговооруженность, вернее энергопотребление в 5 раз меньше, чем в Финляндии и в Америке. Сейчас отрабатывается порядок, тебе вот дадут лимит, бабушка Валя, и ты после этого лимита будешь платить 1,5-2 раза больше за электропотребление. Вы понимаете, вся политика экономическая, или антироссийская, или идиотская, или криминальная, или уголовная. Вы понимаете, иногда выступаешь в доме и думаешь, ну сидят же вроде бы нормальные люди. Неужели вы враги своей собственной стране? Ну как может человек работать в производстве у нас, если киловатт электроэнергии выше, чем в Европе и Америке? Если энергопотребление, если сейчас задушило ЖКХ, если нет нормальных хороших дорог, если ты должен завозить из океана 8 из 10 таблеток, если у тебя литр солярки и бензина 95-го, 32-го, как ты можешь быть с кем-то конкурентен, ну просто... Геннадий Ильич, ну раз уже заговорили об экономике, как раз эту тему так затронули, хочется обсудить кандидатуру человека, который довольно долго занимался нашей экономической политикой. В стране Эльвира Добиулина внесена президентом ее кандидатура в Госдуму в качестве претендента главного на пост главы Центробанка. Будете ли вы поддерживать ее? И, собственно, когда планируется обсуждение, если уже известно? Вот против как человека ее, как женщины, я ничего не имею. Но она воспитанник Ясинской либеральной школы. Я могу вам доказать как математическую формулу, что либерализм для России абсолютно смертелен. Вот ввели к нам американский образец либерального спекулятивного капитализма. Ну речь о рыночной экономике. Разворовали, растащили, она возглавляла экономическое ведомство. При ней распродавалась вся базовая собственность. При ней не построено ни одного современного крупного наукоемкого предприятия. Ни одного. Отверточная сборка машин чужих и узлов это не в счет. Обезьянам можно учить закручивать болты и гайки. Китайцы за это время отстроили новую автомобильную промышленность. 17 миллионов машин выпустили не отверткой, а на полноценных конвейерах. От Мерседеса до Тойоты. Все сделали. Мы были ведущей автомобильной державой. Чушь мы не договорились с теми же японцами, немцами и не развили полноценность производства. Почему у нас не ликвидировали станкостроение почти полностью, электронику почти полностью, робототехнику не развивают и все остальное. Без этого не может быть никакой модернизации. Если вы возглавляли крупнейшее министерство и ведомство и проповедовали дальнейшую распродажу всего и вся в частные руки, вы должны ответить на вопрос. Почему за последние годы мы до сих пор никаких результатов в этой области получили прямо отрицательно. Лучшая базовая отрасль. Лучшая базовая. Вот я возглавляю министерство экономики, если промышленный производство. Базовая отрасль авиационное строение. Мы производили на 15 заводах полторы тысячи летательных аппаратов. Я когда первый раз в Красноярский край приехал проверять, я ахнул. Было 70 с лишним аэродромов, 700 самолетов летало над краем. Любой человек мог из любой точки добраться в течение 5-6 часов в области цены. Сейчас же, сейчас же вы понимаете, там два аэропорта и один плохо работает. Это вот их работа. Почему у нас билет от Владивостока до Сан-Франциска дешевле, чем от Владивостока до Москвы? Каким образом можно двигаться и развиваться? И вот теперь направляют в банковскую систему. За главный порог нашей банковской системы. Оставили без средств. Оставили без дешевых кредитов. Оставили без нормального денежного обращения. А деньги это кровеносная система всей экономики. Если и дальше будем списывать с американских лекал под диктовку Ясина, эту финансовую политику, то мы уже филиал резервного американского банка. Мы не проводим самостоятельную финансовую политику и промышленную. Тогда на что мы можем рассчитывать? Обслуживать нефтегазовую трубу? Карьера или саповал? Если кого-то ее устраивает, меня абсолютно такая политика не устраивает. Я вот знаю хорошо Баумерский университет. Университетский человек окончили. Блисящий с красными дипломами. Ни у кого нет по специальности работы. Приглашают за кордон, берут с удовольствием. Я не хочу, чтобы мои ехали за кордон. Мы их рожали, мы их воспитывали. Я хочу, чтобы они работали на нашу державу, на нашу страну. А это у нее там рядом сидит Кузьминов. Что делает Ливанов? Поликалов, Кузьминова гробят высшее образование. Просто на корню гробят высшее образование. Кто ими руководит? Правительство. Главный советник, кто там? Дворкович. Дворкович руководит экономикой. На мой взгляд, самый большой анекдот, который можно только придумать. Вот все носится с делом Магнитского и с тем, что полправительства поддерживают закон Магнитского. Я не знаю, я, во-первых, это слышал только от двоих, а других не слышал. Но чего им не заняться всерьез промышленностью? Почему у нас нет элементарной программы развития производства? Почему у нас падает каждая вторая ракета и нет никакой надежности? Почему у нас деревни занимаются люди, которые вообще не смыслят в этом деле? Ни Дворкович, там раньше Зубков хоть понимал, что это такое. Он специалист. А Федоров сидит в сельском хозяйстве. Он не понял, куда он попал. Вы обратите внимание, сейчас подходит посевная. Ведь вообще на эту тему никакого разговора нет. Прежде чем об этом, поговорим все-таки о твете по поводу кандидатуры Набириной. Все-таки вы, видимо, будете против после всей этой критичной тиражи. Мы считаем, что ее политика, которая проводилась в экономике, либерального толка, абсолютно не годится для финансовой политики. Мы не можем эту политику поддерживать. Не можем поддерживать. Понятно. А правда ли, что в пятницу уже собираются обсуждать ее кандидатуру? Нет. У Игнатьева срок заканчивается в мае, по-моему. Это начнутся встречи во фракциях, в Думе, по акканиментетам. Это, кстати, очень хорошая практика и нормальная практика. А альтернативу этой кандидатуре вы видите какую-то другую? Кого бы вы предложили на этот пост, если вы не согласны с политикой? Ну, я предложу, Путин не послушает. Я бы на его месте предложил Глазьеву. Он, кстати, придет сейчас к нам тоже в эфир. Дело не в этом. Но я предложил, потому что у Глазьева есть свое видение развития экономики. У него есть понимание, что такое Евразийский союз. Он великолепно осознает, что без складывания потенциала в России, Белоруссии, Украине, Казахстане мы будем неконкурентоспособны. Он знает и понимает, что главные финансы ветра и потоки будут в Азии. Ведь Китай за 30 лет стал мощнейшей державой. Вот смотрите, за 30 лет куда поднялся. Кстати, они демонстрируют темпы развития, похожие на СССР. При Сталине средние темпы были 14%, при Хрущеве было 10-12%, при Брежневе было 5-6%. И испугались американцы и англичане, что мы их скоро обойдем. Нас подстрелили на взлете. Нашли этого пятнистого по имени Горбачев с этой шайкой, которую он там пригрел при себе. Извините, я не люблю ругаться, но это ужасно, когда продают страну по дешевке. А потом ходят там, побираются по западу, собирая гонорары за предательство своей собственной державы. Вот сейчас вы говорили о китайском опыте, успешном. Кстати, очень часто коммунисты в России любят приводить в пример. Там сейчас новый лидер Си Цзиньпин. Готовы, знакомы ли вы с ним лично? И что вообще думаете о его кандидатуре и дальнейшей политике? Он обещал Россию главным партнером сделать Китаем. Знаком лично. Изучал опыт. 70 раз был в Китае. Отправлял туда всех своих молодых депутатов и талантливых политиков. У нас вырастает хорошая смена в этом отношении. И Новиков, и Афонин, и Тайсаев. Толковые ребята. Были на стажировке. Я с Си Цзиньпинем встречался трижды в прошлом году. Подписали новые соглашения о развитии отношений. Он очень активно поддержал обмен нашими делегациями, партиями. И молодые лидеры пригласили на стажировку. Кстати, большая группа журналистов была. Блестяще прошли. Я приветствую его приезд. И очень приятно, что лидер крупнейшей мировой державы свой первый визит связал прежде всего с Российской Федерацией. Мы будем поддерживать всяческие стратегические партнерства. Наша партия будет этому способствовать. У меня в Китае вышла целая серия работы и книги. И уверен, что если мы грамотно выстроим свои отношения на азиатском направлении. Китай, Индия, Вьетнам. Мы получим колоссальный эффект. Посмотрите, Америка как бьется в муках. Обама никак не справляется с вами хищными банкирами. Я впервые за 50 лет на 85 миллиардов урезал. В этом месяце 13 тысяч служащих в Вашингтоне не получат зарплату. Впервые. Европа, видите, как нервничает, в том числе и с Кипром. А вот что вы думаете, кстати, по поводу этой ситуации на Кипре? Она сейчас явно рассчитывает на поддержку России. Вообще говоря, конечно, позорная сама по себе ситуация. То, что там прячут многие свои капиталы, я это прекрасно знаю. То, что на Кипре, Кипр из Кипра, из банков Кипра сделали постерушку своего рода, это тоже понятно в принципе. Но, понимаете, пришли и сказали, давайте мы вас раскулачим. Но если бы эти деньги наши, которые там они отберут, пришли бы в Россию, и мы бы их использовали в общенациональных интересах. Можно было это приветствовать. Но, понимаете, прорывают сами основы банковской системы. И вообще говоря, этот замах европейцев, он мне напоминает, как они в ближайшее время могут поступить и с нами. Ведь мы держим в их банках колоссальные средства. 5 триллионов, 300 миллиардов только лежит в двух фондах и в основном за кордоном. А положение там не улучшается, оно ухудшается. Поэтому я и говорю, если бы мы умно проводили политику на западном направлении, на южном и на восточном, мы имеем огромный ресурс, великолепный потенциал. У нас выстраиваются хорошие отношения с Китаем, с Индией. У нас великолепные отношения с арабским миром. 600 тысяч специалистов советская страна подготовила в своих вузах. Можно прийти в любое ведомство и министерство, и вас там встретят с распростертыми объятиями. У них очень хорошее ощущение от великой советской страны и от нашей дружбы народа. Мы имеем колоссальные резервы и ресурсы. Мы встроились в хвост дядю Сэму. И вот никак не вылезем из этой грязной и вороватой колеи, которую Ельцин с Гайдаром протоптал и Чубайсом. Я бы на месте Путина давно бы выстроил принципиально иные отношения. Кстати, у него тоже остается мало времени для этого. Геннадий Ильич, у нас остается не очень много времени, поэтому предлагаю вернуться к делам российским. Президент внес в Госдуму законопроект, который предполагает возвращение смешанной системы выборов в Нижний Палат Парламента. Что вы думаете об этом документе и что на практике даст возвращение одномандатных кругов? Вспомним, в декабре 2011 года Единая Россия провисает на выборах. Что затем возникает? Срочно начинают ломать всю политическую систему. 500 человек из подъезда, уйти уже партия. 500 человек из корпорации, уже партия. И сразу их список для выборов. Уже сколько выстроилось у господина Чурова? Уже 61 партия и 100 стоит в очередь. Вот вписывайте по этому закону их всех в лист. 2 метра 70 сантиметров. Эта партянка Чурова не влазит уже в Каип. Идиотизм. Чистой воды идите. Зачем? Ну тогда разрешите блоки создавать. Только для того, чтобы растащить голоса у соседей. И опять все Единой России. Теперь они понимают, они не могут открыто соперничать с другими партиями. Нет ничего бросить на весы. Скандалы в Думе мало. Экономических успехов нет. Деревня в загоне. В космосе провал. В Министерстве обороны жуткая коррупция. Сельским хозяйством занимаются случайные люди. Что вот ты пришел к человеку, а он тебя не хочет слушать. Тогда давайте срочно 225 округов отдадим избирателям на выдвижение. Кому отдают? К денежным мешкам. Что делают для этого? Добавляют фонд 15 миллионов. Кто за 15 миллионов может пойти на выборы? Даже если депутат с большой зарплатой ни есть, ни пить, ни одеваться не будет. Он за 4 года не сколотит такой капитал, чтобы выйти на выборы. Пойдут финансовые группировки, банформирование и административный лом. Вместе с судебным прикрытием и полицейским произволом. Могу нарисовать картину, кто придет в Думу. Вы сейчас видите картинку на Украине? Будет хуже. Хуже уже сложно представить. Нет, будет хуже. Будет хуже. Если Бутин думает вместе с Володиным и Морозовым, что они все равно проведут людей, которые будут их слушаться, они глубоко ошибаются. Будут слушаться, если у вас будут хорошие результаты, если казна будет полна. Если вы искренне вытащите, а если и у вас провисает на всех направлениях, и вы открываете ящик Пандоры, еще один для криминала, произвола, судебного преследования и так далее, тогда должны понимать, что будет, какой результат. Они говорят, вот мы введем такие рогаткие ограничения, что не полезут туда ни бандиты, ни денежные мешки. Я сомневаюсь. Мне казалось, что это будет так. Берем Краснодарский край. Кущевку помните? Сочинские проделки помните? Прошли выборы. 17 партий пошли в Краснодарском крае на выборы. Там сидит Тукачева и его зам, который оказался такой же махинатор, как и некоторые его предшественники. Что они сделали? Они 17 партий, растащили 21% голосов, никто этот барьер не перепрыгнул, и все сыпали своей единой России. И сейчас в Краснодарском крае гордо восседает одна, сплошная, единой России, без яблок, ЛДПР, без плаверосов. Ну мы своим характером пробились. Имеем там 5-7 депутатов. Вот вам картина, которая будет еще хуже. Поэтому я недавно встречался с руководством администрации и очень хотел, чтобы Путин не откладывал ту встречу, о которой мы договорились. Пока идет процесс разрушения политической системы и формирования порядков, при которых нельзя выправить ситуацию. В мире есть три политических течения. Левое – справедливость, труд, братство народов. Центрическая, прагматизм, практика. И правое – отдайте сильным, хищным и злым. Если они вас не сожрут и не растоптят по дороге, они с вами поделятся. Все остальное лукаво. В крупных странах Америки две партии заревнуются. В Англии две одна помогает. В Германии три еще одна помогает. В Японии две помогают. В Китае одна, вокруг нее еще целый ряд политических выстроенных. И других. А у нас в Думе четыре мало. Было шесть-семь. Вот давайте, будет в списке Чурова, будет 150 партий. Но сейчас, кстати, проходной барьер понижен до пяти процентов. Кто-то позволит не парламентским партиям, как вы считаете, пройти? И что вы считаете, 5-процентный барьер, кто-то перепрыгнет? Не перепрыгнут, вы считаете? Ну, перепрыгнет. Ну, три-четыре. Я могу заранее сказать. Мы внесли 20 проектов законов, чтобы были обязательные дебаты, в том числе первых лиц. Они же не участвуют в этом. Долой. Мы внесли прозрачные ящики. Уже во всех африканских странах такие ящики нет. Тоже не нужен ящик им. Из 20 наших законов 16 рассмотрели, и все 16 отфутболили. Вот конструктивный подход к своим оппонентам у господ из «Единой России». Геннадий Ильич, у нас остается буквально одна минута. Следующие президентские выборы уже через пять лет. Какие у вас планы, и готовить ли вы, может быть, преемника своего? В общем, это очень интересно. Маша, мы только что провели сиест. У нас было 95 партий и организаций своего света. У нас сильная авторитетная партия. Обновилось руководство. Средний возраст членов ЦК 50 лет, а кандидатов 34 года. У нас пришла целая плеяда талантливых, авторитетных, современных. Но мы нашли сочетание опытных, сильных, мудрых и молодых, энергичных. Подготовим, и вы в ближайшее время увидите. А давайте сейчас поможем стране выбраться из тупика и тяжелейшего кризиса. У нас с вами этот год будет один из самых сложных. Вы это почувствуете уже в ближайшие месяцы. Что ж, спасибо большое, Геннадий Андреевич, за ваши комментарии, за это интервью. Я напомню, что гостем нашей студии был руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов. Спасибо вам. Спасибо большое.